самая высокая температура поверхности земли за долгие годы наблюдений зафиксирована на отметке в почти 71 градус по цельсию это жарковато даже произносить не то чтобы ощущать между тем это рекорд земли но не планет солнечной системы даже венера несмотря на то что она вторая от солнца самая горячая планета нашей системы здесь температура достигает каких-то безумных цифр 460 градусов по цельсию но и этот показатель мелочь на фоне температуры нашей звезды которая достигает пяти с половиной тысяч градусов впрочем можно пойти еще дальше и сравнить эту температуру с температурой других звезд у которых этот показатель больше в сотни и даже тысячи раз но и там еще не так жарко ведь есть квазары центры которых выделяют больше энергии чем весь млечный путь вместе взятый температура газов вокруг квазара может достигать в 80 миллионов градусов так сравнивать можно еще очень долго постоянно находить примеры где будет горячее и горячее но нам подумалось вот о чем а если вообще предел у высокой температуры смотрите предел низкой температуры это минус двести семьдесят три целых и пятнадцать сотых градусов по цельсию или 0 кельвинов так будет правильнее это еще называют абсолютный ноль как вы возможно знаете движение вызывает трение которое вызывает тепло таким образом абсолютный ноль это по сути момент когда все движение прекращается и если такой ноль существует то есть ли противоположность так называемая абсолютная жара остановите любое движение это одно но как измерить максимальное движение как нам довести энергию до бесконечности давайте попробуем это выяснить хотя будет непросто и скажу сразу далее мы будем упоминать большой взрыв поэтому противникам этой теории предлагаю закрыть это страшное видео чтобы не травмировать свою хрупкую психику ну а для всех остальных добро пожаловать это будет очень горячий выпуск приготовьтесь к умопомрачительным цифрам будет интересно так что ставьте палец вверх под этим видео прямо сейчас и вперед навстречу действительно высоким температурам начать нам следует с конца девятнадцатого столетия именно в этот период немецкие физики по совместительству основоположник квантовой теории макс планк предложил особую меру измерения планковские единицы это единицы предназначены для упрощения определенных алгебраических выражений присутствующих в теоретической физике и в частности в квантовой механике в их число входят такие фундаментальные единицы как масса температура длина и время а в дальнейшем их все объединили в одну планковскую эпоху согласно стандартной космологической модели вселенная родилась в результате большого взрыва начавшегося в бесконечно плотной точки это был наиболее ранний этап формирования вселенной который может быть теоретически обоснован и описан вот это и есть планковская эпоха чтобы осознать о каких величинах идет речь можно заглянуть в анимацию масштаб вселенной по ссылке в описании под этим видео так вот согласно теории большого взрыва вселенная имела планковскую температуру в конце этой эпохи в течение первых десяти в минус 43 степени секунд существования вселенной именно в этот период буквально в мгновение ока планковское время естественный пространственно-временной континуум достигает состояние известного как абсолютная жара температура в тот момент была 141 на миллион шестьсот семьдесят девять актилеонов кельвинов ну или примерно 250 тысяч миллиардов 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 градусов по цельсию этот показатель является верхним пределом возможной температуры при которой работает квантовая теория ничто не может быть горячее в силу значительного роста энергии частиц с повышением температуры выше указанного предела гравитационные силы станут в один ряд с другими видами взаимодействия то есть гравитация и три другие фундаментальные силы вселенной электромагнетизм сильное и слабое ядерные взаимодействия становятся единой объединенной силой для описания вещества в более горячем состоянии потребуется квантовая теория гравитации над созданием которой пока еще ведутся работы но тем не менее лучшие модели происхождения вселенной основанные на теории большого взрыва предполагают как мы уже выяснили что вселенная прошла через планковскую температуру в течение планковского времени буквально минимальную долю секунды в результате огромного расширения энтропии именно с этого момента наша вселенная растет и остывает но это была лишь одна версия а что нам говорит другая теория струн то согласно которой наша вселенная в самой своей основе состоит не из частиц а из крошечных вибрирующих струн имеется собственное мнение о максимальной температуре в модели этой теории ранняя вселенная сильно отличается от традиционных моделей большого взрыва у космологов она получила название модель струнного газа в ней устанавливается максимальная температура называемая температурой хагедорна в честь немецкого физика и хотя теоретики струн не приводят конкретного числа для этой температуры что может быть и правильно есть основания полагать что это около одного процента от его теоретического брата планка то есть около 10 в 30 степени кельвинов что на два порядка ниже температуры планка вот эта максимальная температура которую предсказывает теория струн вы скажете да ладно это все теории расчеты все еще сто пятьсот раз пересчитается и изменится есть какая-нибудь реальная цифра высоких температур а мы вам ответим да есть она конечно далека от планковской температуры и даже от температуры струнных теоретиков но все же потрясает не так давно в 2010 году передовые ученые создали самую высокую температуру в лаборатории церн известной европейской организации ядерных исследований для этого они на долю секунды столкнули частицы золота друг с другом и в результате температура достигла почти 6 триллионов кельвинов это совершенно поразительно и уникально потому что данный показатель горячее нежели температура при взрыве сверхновой конечно это невероятно жарко но предел ли этот показатель созданный скажем так искусственно другими словами можем ли мы хотя бы достичь температуры планка не то чтобы ее превысить но тут проблема в том что конечная цель настолько высока что никакой обозримый эксперимент никогда не сможет достичь конечной температуры планка не то чтобы превысить ее эта температура настолько огромна что нет ни одного известного природного явления которое хотя бы приближалась к ней в конечном итоге это может произойти но только тогда когда частицы достигнут так называемого теплового равновесия которого должна достичь вся вселенная все ее объекты но возможно ли это в реальности думаю ответ очевиден надеюсь вам понравился этот выпуск если да ставьте палец вверх под этим видео подписывайтесь на наш канал кто еще не с нами и до новых интересных встреч